Покупайте айфоны, айпады и макбуки напрямую в американском Apple. Цены производителя, никаких переплат, быстрая и надежная доставка из США в Россию, Казахстан и Белый Усть с сервисом Бандеролька. Ссылка сверху в описании. Всем привет, с вами Полтим, ребят, сейчас мы поговорим о монтаже. Это видео серии школы YouTube, я думаю вы уже посмотрели первую часть, а там мы поговорили о том, как вообще создать канал, вообще что такое YouTube для человека, который только начинает снимать свои видео на этом видеохостинге. Что касается этой серии, то поговорим о монтаже. Это, наверное, второй ключевой фактор после вообще создания видео, который позволит вам набрать аудиторию. Все любят красивые видео, все любят переходы, чтобы звук был хороший, свет был нормальный, да и вообще, чтобы картинка выглядела отлично. Поэтому, если это у вас именно так, то вы можете надеяться на набор подписчиков, который даже может быть и более быстрым. В общем, поговорим о всем, что связано с монтажом, и давайте, наверное, уже начнем. Итак, ребят, я рассказываю все на своем опыте, и поэтому даю советы исключительно базируясь на том, что я прошел. Когда я начинал монтировать, я в принципе не знал, что такое монтаж, я не знал, что нужно склеивать эти видео, в общем, я не знал абсолютно ничего. На тот момент у меня был Windows, это не самое лучшее решение для монтажа, поэтому, если вы хотите остаться на YouTube и делать видео довольно-таки долго, то будьте готовы к тому, что со временем желательно перейти на Mac, потому что там находится самая удобная программа для монтажа, это Final Cut Pro. Что касается Windows компьютера, то на тот момент, когда я начал, когда набрал около 1000 подписчиков, я разослал письма блогерам, у которых было на тот момент по 50 тысяч подписчиков, даже вилсакому писал, но, разумеется, все отморозились, то есть никто не ответил, и, в общем, это была для меня проблемка, потому что я не знал, в какое направление двигаться, то есть я не знал, с чего начать при поиске программы для монтажа. Соответственно, я изучил огромное количество форумов, я почитал о монтаже и понял, что монтаж — это действительно важная тема, хоть самый простой, но он должен быть. Если у вас компьютер Windows, который не отличается крутыми характеристиками, то Adobe Premiere — это не ваше решение. Эта программа требует ресурса, требует оперативной памяти, мощности процессора, и лично я столкнулся с такой проблемой, что в Adobe Premiere у меня видео мое запаздывало со звуком, то есть дорожка видео опережала дорожку аудио, и приходилось это все дело резать, двигать аудио дорожку в сторону, чтобы оно как-то адекватно отображалось в видео. И так я понял, что Adobe Premiere — это не мой вариант. Мой вам совет — самый простой видеоредактор на Windows, который я нашел, это была программа EDIUS. Вот так вот он выглядит, и он, в принципе, позволяет делать самое основное. Это склеить видео, сделать красивое аудио, то есть чистый хороший звук, наложить какую-то музыку на фон, сделать какие-то переходы. В общем, самое основное — этот видеоредактор позволяет делать просто на ура. То есть если вам нужен какой-то простой монтаж, то EDIUS — это ваш вариант. К тому же в интернете есть огромное количество уроков, плагинов, расширений для EDIUS, и, возможно, если вы захотите, вы это посмотрите и сможете сделать не какой-то простой монтаж, а что-то действительно серьезное в программе EDIUS. Если, в принципе, с монтажом все понятно, мы определились. Для Windows это этот же EDIUS, Adobe Premiere, либо, если у вас Mac, что вообще идеально, то это Final Cut Pro. После монтажа у меня стало два острых вопроса на моем Windows компьютере. Это запись экрана устройства и запись экрана компьютера. Если запись экрана компьютера, все ясно. На Windows есть две крутых программы. Это Fraps и Camtasia Studio. Я помню, с Fraps у меня были кое-какие проблемы, поэтому я его кинул и вышел на Camtasia Studio. Там все очень просто. Достаточно эту программу либо просто купить, либо найти в интернете на торрентах взломанной, вообще без проблем, то там буквально один раз нажали на кнопку и пишите экран в HD-качестве вообще без каких-либо проблем. То есть мой вам совет, Camtasia Studio — это для записи компьютера. Для записи устройства, в моем случае это Apple Gadget, я использовал Reflector. Это приложение, которое захватывает экран вашего гаджета и через AirPlay транслирует на ваш компьютер с возможностью записи. Опять же, в хорошем качестве, то есть без проблем. Но тут опять же есть вариант — либо купить программу, либо искать ее взломанной. Искать взломанной — это самый геморройный способ, потому что почему-то Reflector подходит для каждой версии Windows, какая-то определенная версия, и, возможно, вы скачаете не один образ, а очень много, и с какой-то этой массой вы найдете только один, который подойдет исключительно вам. Поэтому тут только гуглите, искать на торрентах, ну, либо просто купить и забыть. Таким образом, я решил для себя три первых проблемы. Это запись экрана устройства, запись экрана компьютера и, соответственно, монтаж. Окей, с этим мы всем разобавились. Но знаете, ребят, я думаю, у всех людей, которые начинают в первое время, особо с деньгами какая-то проблема, потому что, ну, вся аппаратура, она стоит дорого. И поэтому, если как такового дохода нет, то, соответственно, и докупать что-то, чтобы прогрессировать в плане оборудования первое время будет довольно-таки сложно. Потому что для монтажа нужны какие-то мощные машины, для записи хороших видео нужны нормальные камеры, чтобы был хороший звук, нужен, опять же, хороший микрофон. То есть это какая-то проблема. Но потом, когда ваш канал растет, когда уже появляются какие-то деньги, чтобы, так сказать, прогрессировать, вы начинаете вкладывать в развитие. Здесь и начинается все самое крутое. То есть у меня аж мурашки по коже. Вы, я думаю, это тоже переживете, потому что, ну, это действительно круто. То есть у меня был Windows-компьютер, который не такой мощный. И, в общем, такой геморрой. То есть я столько хлебнул с этим Windows-компьютером, что это просто жесть. То есть монтаж в нем был, это действительно большое испытание. Но потом я купил Mac Mini. И знаете, он не намного сильно отличается по производительности от компьютера. То есть это просто Mac, который не на самом топовом железе. Он просто работает. И Final Cut Pro даже на Mac Mini C1 и 12-го года работает просто идеально. Вообще никаких проблем при монтаже. То есть и там это неоткровенные костыли, как было в EDIUS, потому что там тоже были свои моменты. Я уже не помню, какие. Но все равно это было самое лучшее решение на Windows-компьютере. Final Cut Pro по сравнению с EDIUS-ом это вот небо и земля. То есть это просто, просто божина среди видеоредакторов. И мой вам совет, это, конечно же, Final Cut Pro, если у вас Mac. То есть никаких других видеоредакторов, iMovie и прочих, которых вы найдете в Mac App Store, просто нет. При монтаже самое главное найти свой стиль. То есть, чтобы все ваши видео были в каком-то примерно одинаковом стиле. Потому что это нравится вашим зрителям. Если ваш канал растет, набирает аудиторию, то вы откровенно двигаетесь в правильном направлении. И пока что ничего менять не надо. Давайте сразу определимся со сменой вашего стиля. Если вы замечаете, что все становится как-то более вяло, подписчики набираются плохо, то тогда стоит что-то менять. Возможно, при монтаже что-то изменить, это уже будет плюс. Возможно, изменить тематику, возможно, изменить какой-то стиль подачи. И, соответственно, как-то еще привлечь аудиторию, чтобы они вернулись и набор пошел как должен. Но теперь вернемся к монтажу. Я расскажу на примере монтажа Final Cut Pro, потому что я уже забыл, как пользоваться, в принципе, Windows компьютером. Я сейчас полностью на Mac'е и монтирую только на Final Cut'е. Очень много вопросов, как ты делаешь захват экрана. На самом деле на Mac'е это вообще без проблем. Стандартное приложение QuickTime, вы просто подключаете ваш iPhone, либо iPad, либо iPod к Mac'у через провод и заходите в приложение QuickTime. Далее выбираете видеозапись, выбираете ваш iPhone, можете прямо звук писать с iPhone'а и просто пишите картинку в хорошем качестве. Буквально вот так все делается. На Windows это был геморрой с рефлектором, выбором этих версий. В общем, это было проблемно. На Mac'е буквально в один шаг вы просто пишите ваш экран. Далее в видеоредакторе Final Cut'е, ну, лично мой стиль. Я накладываю либо сам фон, то есть я беру какую-то фоновую картинку, ложу ее на тайм-линию. Сверху идет iPhone и еще сверху идет вот эта картинка, которую я записал. Таким образом получается, как будто картинка движется на экране iPhone'а с красивым фоном, то есть вообще без проблем. Вот так вот это делается. Наконец-таки я ответил на этот вопрос, который постоянно у меня в ВКонтакте. Как ты пишешь экран, как ты монтируешь. Что касается звука, то тут также есть эксперименты. Вы можете брать какую-то аудиодорожку, я советую, из YouTube. В личном кабинете есть вкладка, по-моему, создать. И там есть фанатека с огромной библиотекой этих самых звуков, которые не подвержены авторским правам. И вы можете их спокойно использовать. Опять же, все просто, перетягиваясь на тайм-линию, делайте звук меньше, чтобы вас было слышно. Ну и, соответственно, вот так вот и происходит монтаж. То есть, в принципе, все очень просто. Остальное, это всякие эффекты, переходы. Это, ребята, вы делаете сами, потому что это персонально для каждого. То есть, это ваш стиль, который вы наработаете с опытом. Тут я встревать не буду, рассказывать не буду, потому что, ну, это будет неправильно. То есть, вы найдете именно то, что вы хотите делать. Вы сделаете это так, как вы это видите. То есть, без моих советов, без ничего. Да и, в принципе, возможно, кому-то мои советы и не пригодятся. То есть, я просто даю направление движения, чтобы понять, в каком направлении двигаться. Потому что, когда я начинал, я писал многим. И просто никто не отвечал. То есть, я все искал сам. Вот такие дела. В принципе, на это можем и закончить. О монтаже, в принципе, поговорили. На два самых таких ярких вопроса, как ты монтируешь, как ты снимаешь экран айфона. Я ответил. С переходами, в принципе, все понятно. То есть, это вы делаете сами. Там очень просто. Взяли, перетянули на стыке видео. И вот у вас есть переход. Но, опять же, это лично ваш стиль. Это лично ваш полет мысли. И это лично вы сами сможете придумать. В следующее видео мы поговорим уже о более интересных темах. Это алгоритмы YouTube. Это само видео, как оно там на серверах-то ищется. О тегах и о многом прочем. В общем, подписывайтесь на канал, чтобы вы видели следующие выпуски. Оценивайте это видео. Это важно. Очень много времени снимаются эти эпизоды. А на этом все. С вами была Полтем. Не забывайте о яблочках. Пока.